здравствуйте друзья мои это тимур ханов программа вблизи и вблизи у меня сегодня митрополит тихон но весь титул я точно не знаю посмотрите в интернете мы будем с ним разговаривать вот здесь на рынском сквере поговорим о вечном и о личном здравствуйте я вот немножко смущен как правильно папа здороваться по-мирски можем вам своим уже за руку да а если бы сказал здравствуйте леонид григорьевич как бы вы отнеслись к этому ну вообще-то советское время так с нами здоровались все деятели администрации то есть они не признавали наш сан или не признавали имя церковные поэтому старались с нами общаться по паспорту это вы не видели в этом попытке вас оскорбить как ты нет это мы понимали что это унижение потому что все таки мы же осознанно принимаем монашеский постриг понимаем сан и конечно также как обратиться допустим губернатору и сказать что он не губернатора клерк какой-нибудь там референт или обратиться к взрослому человеку просто по имени на папа не разки с незнакомым и тем более может в уменьшительно ласкательным а как правильно к вам обращаться ваше высокопресвященство ну называет владыка просто кратенькая так и такого так и попробую владыка вот когда вы проходите мимо вот этого памятника вот какие мысли у вас возникают дайте будем просто пройдемся будем идти его обычно в таком режиме подальше от машины памятник петру и февронии святой семье в муроме кстати я в муроме там был это родина или муромца нашего были нового героя святого которую останки мощи которого находится киево-печерской лавре вот и это москвичи привезли эту скульптуру композицию скульптурную предложили нашу городским властям подбирали место для этой скульптуры вот она здесь была установлена очень почитается врачующимися молодыми семьями они приходят и здесь вот так сказать приносят цветы просит молитв у святых петра и февронии и мы в день семьи любви и верности делаем молодежный крестный ход и он идет от александра невского собора обычно это в середине июля и приходим к этому памятнику и потом здесь бывает большой семейный праздник на римском сквере и для детей для взрослых и он длится весь вечер вот я буду иногда извините меня пожалуйста за мы за мной невежество я иногда буду задавать вопросы на или наивные или может быть похоже детские или немножко провокационные потому что это все-таки интернет здесь привыкли к такому свободному быстрому общению по нынешним временам а вы пользуетесь интернетом не пользуюсь но у моих сотрудников есть и какая информация мне нужна всю эту информацию я получаю конечно можно сказать что пользуюсь но не лично себя дистанционно до виртуальный как можно сказать вот недавно я попросил сотрудников соберите мне сведения какие были налоги в царской россии и вот они мне приносят распечатку и там написано царской россии налогов не было вот вот вам интернет а как вот как людям вот вы к этой среде вот это же огромная сеть там можно найти их что-то хорошее и плохое можно доверять не доверять что посоветуете вот какого соотношения к этой новой информационной структуре от которую 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 все больше заполняет нашу жизнь я про интернет вы знаете я с одним ученым разговаривал и помню говорит вот наша беда нынешней жизни это телевидение вот всякая гадость мол с экрана ученый говорит ученый а я говорю я позвольте с вами не согласиться телевизор это ящик что мы туда положим то и оттуда достаем ведь самое главное это воспитание людей выбирайте маршрут как пойдет это воспитание людей и если мы воспитываем человека правильно он сам не будет что-то непристойное недостойное закладывать в эту технику которая может принести на самом деле очень большую пользу всем такие умные машины которые сейчас во множество они делают нашу жизнь прекрасней просто богаче интереснее я думаю что просто ругать что сам интернет виноват в чем-то это глупости вот так же как ругать как это шутка известная как что ножом можно порезать и колбасу а можно и живой человек ну раз за про интернет заговорили я задам вопрос который заготовил на окончании разговора потом перейдем к личным не вот это больше интересно а пока вот те вопросы которые может интересует всех пользователей интернета вы наверно слышали что у нас сейчас людей часто наказывают государства в том числе уголовный там административно за то что они что-то пишут в интернете какое ваше отношение вот к тому я хотел вас разузно понять я мне плохо само понятно что такое на ваш взгляд оскорбление чувств верующих как можно верующего человека оскорбить и что я не должен делать вот я не верующий атеист по вашему мнению что мне посоветуйте не делать чтобы не оскорбить чувств верующих видите если бы не было государственного закона который охраняет чувства верующих то и не было бы разговора об оскорблении чувств верующих как это было в советское время например но когда само государство поощряло всяческое оскорбление чувств верующих взрывались храмы расстреливали священнослужители сейчас атеизм активно шел в школах а сейчас государство старается все-таки поддерживать вот законность в нашем государстве ведь мои права я имею права как гражданин свободный гражданин россии но мои права заканчиваются там где начинаются права другого человека и поэтому если будет государство не следить за этим если не будет останавливать нарушителей закона то мы просто все передеремся здесь в этом я с вами согласен а вот как оскорбление само оскорблению что я не должен делать как человек даже не потому что я хочу нарушить или не нарушить закон вот я отношусь к вам с большим уважением и я бы не хотел вас случайно ненароком оскорбить ваше чувство что я не должен делать видите в чем дело здесь есть специальные эксперты религиоведы и они должны определить вот это степень нарушения закона потому что если мне мне может очень многое показаться что там нарушили мои права но поскольку цивилизованному под к этому хотим подходить то должны люди обращаться допустим суд и суд при специально привлекает экспертов религиоведов причем там законе сказано что эти вернее к пояснению закону что эти религиоведы должны быть людьми не принадлежащими к религии потому что вроде что они заинтересованы да тогда они объективную дадут оценку и суд уже выяснит а не то что вот я он посчитал что вы меня чем-то оскорбили и я начинаю вам мстить или что это нет я думаю что в цивилизованном обществе во первых каждый человек должен иметь какую-то подготовку о том что является кочунством или что не является и что для верующих свято или не свято но тут не надо говорить о допустим мы людях там православной верой или мусульманской любой человек даже вы называя себя атеистом являетесь на самом деле верой верующий в атеизм вот и поэтому я не сразу я не совсем соглашусь но пусть и поэтому оскорбляя там религиозного человека конечно можно не обязательно даже а святыни вот родители вот с какой стати я должен оскорблять вашу мать или вашего отца например как тем если кто-то скажет мне по матери я вправе оскорбиться вот допустим с мэром нашим подойдем к памятнику владимирычу ленину с какой стати я при нем должен оскорблять владимир ильич а поскольку мэр у нас еще и коммунист да понятно нет ну понятно вот допустим для него это святое место для него это человек который особо потрудился для простого народа и с какой стати я должен так сказать вдруг открывать рот и начинать говорить что он такой сихой плохой и все прочее вот посмотрите вот наивный вопрос вот эта палочка как называется или как это посох да вот это вас это часть вашего облачения или физическая необходимость кстати вы можете на любой из моих вопросов не отвечать нет почему это все относится вот наши атрибутики потому что сам епископа это так сказать с веками он приобрел такое большое значение поскольку была российская империя православная и было вот это вот какая-то пышность и все но на самом деле вот одежда которую я нашу дается в монашеском постриге как одежда странника епископ должен был все время находиться пути и в древних правилах написано что если епископ более трех дней находится на одном месте то это лже епископ вот как а вы на что этому приходится вам следовать или как ну естественно мы ежедневно посещаем какие-то приходы обычно мы занимаемся утверждением православных людей вере учреждаем все а могу я крупно показать вот что у вас на груди это как называется по ноге это вот извините про зайти за это наверно как стать материальная вещь недешевая как я понимаю нет ну это вот на 70-летие это подарили мне а какой какой из них года а да значит вот этот посох он и означает странствующего человека потому что в дорогу брали посохи чтобы легче было идти и одежда это дорожная всего подрясник ряса это как плащ а сколько у вас всего посохов в запасе есть посохи но у вас есть какой-то то вот особенный вам подарили ли вам есть и с чем-то связано и сражали есть разные посохи да когда вы впервые увидели человека в облачении вы пойти этот момент ну вы знаете я никогда не был неверующим потому что родился в семье где все-таки бабушка у нас она была патриархом семейным известно что бабушка до вас произвела самое большое ощущение дали ли в храм мы с ней и она с ранее это некогда было заниматься с нами а чем заниматься и трудились с нами занималась бабушка в том что оставляли всегда ее с нами и храм естественно что самого раннего возраста вот видел священников какие они вот я хочу дать совет родителям молодым и думаю вы поддержите что если есть бабушки и дедушки то пожалуйста вы хотите что ваши дети были похожи или следовали их мудрости и опыту оставляйте с бабушками и дедушками кстати сейчас острый вопрос политический как вы только мне не нужно был длин отвечать все эти вопросы можно и коротко как вы относитесь вот к этой истории с повышением пенсионного возраста ну меня это конечно не касается потому что я уже 10 лет на пенсии мой отец уже сорок второй год на пенсии 42 года ваш батюшка на пенсии то есть его больше 100 лет до удивительно 102 год но пожелаем ему доброго здоровья конечно я в этом вопросе с народом потому что мы все понимаем и президент об этом заявил что это очень тяжелое такое как сказать мероприятие чтобы повысить пенсионный возраст всем хочется пораньше выйти на пенсию но государство оказалось в таком трудном положении и я думаю что здесь конечно будут смягчать насколько это возможно и говорят о том что пенсии будут повышены я думаю что это тоже правильно ну хотелось бы конечно чтобы пораньше выходить некоторые наоборот говорят что лет с 18 вы выходить на пенсию а то уже силы потеряешься доработать но да к сожалению вот мой начальник был митрополит петерим он когда нас учил работать то говорит а я столько покажу вы настраиваетесь так что работа это и есть жизнь и жизнь это и есть работа то есть вы сейчас работающий пенсионер можно так уйти на сказать любимое дело когда человек делает он не должен замечать возраста своего и он должен понимать самого церковное понятие слова счастье это часть от общего благополучия если бы трудимся на общее благо не только для себя для своего комфорта то мы должны понимать что жизнь она не состоит из удовольствия вот я не буду работать я буду только заниматься удовольствием ну конечно вот как вы сказали ведь если бабушка дедушка не работают они могут время уделять своим внукам больше они могут в своем приусадье на участке выращивать что-то тем самым семье помогать да здесь есть и плюсы и минусы и поэтому если вы продолжительность жизни у нас была очень высокой то это вообще бы без всяких болезненных прошло бы да но я думаю что конечно здесь правительство вынуждено пойти я думаю правительство понимает все сложности они очень-то и оттягивали решение которое это об этом давно говорилось все время готовили нас к этому извините пожалуйста я буду немножко просто вопросов у меня очень много я берегу ваше время тоже часто ли вот так вот гуляете прогулки ведь они полезны для здоровья есть загородные резиденции в матвеевке где я стараюсь вечером хотя бы час походить и утром немножко до работы походить часок то есть вот так вот прогуляться для вас обычно да ну мне много всяких там животных я стараюсь как живут и вечером кормить птицы в основном там собаки птицы а в детстве вас была собака или кошка да мы жили в частном доме на окраине воронежа и у нас все животные были и коз держали собак и кошек правильно ли я понял что теперь на месте этого дома теперь храм воздвигли ли это какой-то джор вот я немножко прочитал про это в интернете коротко расскажите это чья была целью вот как видите вот мои родители фронтовики они познакомились на фронте и первый раз на курской духе мама спасала отца и потом его увезли лечиться аж биск ну и через два года он даже как вас потом судьба в сибирь вернула да он догнал на стону воин сибиряк из-под иркутска призывал вы все-таки у вас сибирские корни да и потом значит встретились опять они на фронте через два года это наирус сужба да да и уже до конца войны были вместе вот приехали в воронеж где жила бабушка наша который я говорил наш семейный патриарх ее отец так называл кстати четыре зятя у нее были все его очень любили как это звали екатерина вот и когда переехали в москву я сестра уже старшая потом младшая сестра переехала еще одна сестра у меня живет в эстонии ну и стал вопрос о том что родители уже не могли извините она сейчас сестра в эстонии живет да и решили забрать родителей потому что они уже и на ночь забывали дом закрывать и все опасно было стариков оставлять и мы забрали в москву и стал вопрос о том куда наш семейный участок вот эти шесть соток которые рядом были с бабушкиным домом мы на семейном совете решили передать воронежскую епархию для того чтобы там построили храм и передали и действительно там отдали батюшке георгию и он начал строить храм и назвал его в честь своего небесного покровителя георгия победоносца но для родителей это была большая радость потому что вы знаете на память георгия победоносца закончилась вторая мировая война и вообще георгий победоносец покровитель российского воинства но поэтому вы сказали про бабушка родители тоже были верующие то есть они ну как они отнеслись от они не очень мой был верующий как он отнесся к тому что вы выбрали такую себе судьбу полу атеистом ну ему очень не хотелось ему хотелось чтобы я был семейным чтобы завел семью чтобы он внуков получил но от двух сестер моих которые замужем сейчас у него там 12 что ли внуков то есть рот рот не прерывается в такой форме в рамках да вы сказали про небесного покровителя про георгия а ваш небесный покровитель покровитель святитель тихон задонский вот я хотел как раз чуть-чуть разузнать что как-то ваша судьба с этим именем с его судьбой перекликается но как же мама родилась моя в 15 километрах от задонска хлебенский район село елецкая лазовка вот и мы сколько я себя помню всегда на день его памяти 26 августа всегда ездили в задонск 70 километров всего от воронежа и потом когда пришло время я заканчивал духовную академию в чем сложность надо было обязательно или принимать монашество или семейную жизнь жениться надо было и конечно я с мамой посоветовался как мне поступить поехали вот есть духовный человек который приезжает каждый год на память святителя тихона приезжает в задонск мы с ней поехали батюшка стоит на клиросе между ранней и поздней литургии я подошел спросил я любачка вот как вот мне жениться не жениться простите сколько вам было лет 30 а то есть вы были совсем не юноша да и он сказал архиереи у нас не женаты и тебе надо принимать монашество ну я как-то ему отнесся с доверием к его слову и приехал и вот подал прошение на монашество стал монахом в монашестве когда постригал наместник тройцы сергей лавры отец ироним он спросил какой хочешь имя а можно выбирать да я хотел ну потому что я работал в синодальном отделе в издательском и для синодалов делала а у вас тоже свой маленький блат и я сказал бы я хотел бы вот воронежского святителя митрофана имя получить ну когда он он согласился но когда начал постригать назвал тихом уж тихом тоже воронежский песня ну как довольны да конечно довольно думаете ли вы о том что вот сейчас а может по прошествии многих лет кто-нибудь станет называть имя тихон будет связано с вашим с вашей жизнью кто-то вот себе принимать имени называть ребенка как вы думаете сейчас об этом не думаю но я знаю что вот с моим появлением приходит причащать когда я стараюсь детей причащать сам в вознесенском соборе когда служу то уже встречаются младенцы с таким именем и вам при его и некоторые уже выросли большие ребята некое удовольствие для вас дали заказ рука я здесь все-таки уже 28 лет некоторые уже выросли и солидные на себя себя силе и вы себя себя ком считаете теперь ну видите как я считаю так что оказывается после великой отечественной войны разделили европейские города по сибирским городам в качестве шефства они помогали восстанавливать разбитые города европейские и воронеж восстанавливали новосибирцы вот видите как судьба перекликается я думаю что теперь восстанавливать духовную жизнь новосибирске именно промыслом божьим я сюда прибыл я бы хотел немножко вернуться к вашему детству вот очень интересно вы старше меня некоторые сбой на дворах стало потише как-то сумма нет чтобы бегали того догоняшки или в салочки я не знаю прятки вспомните пожалуйста вот свое школьное детство вы играли в игры во дворе на улице с друзьями но сейчас уже начался учебный год и поэтому я думаю что мало ребятишек в парке здесь но я помню что после войны был бум такой демографический взрыв да вы как раз из демографии человек из демографического взрыва было столько детей я помню вот мы жили на окраине воронеже и там частные домики были и вот мы строили где снежные крепости воевали друг с другом снежками то я помню на каждой улице ну просто десятки детей улицы запружены такова ваша любимая игра какая бы что вы больше любили но мы играли в казаки разбойники я помню вот взятие снежной крепости это было такое ну и всегда разделялись еще на немцев и на русских а вот и хотелось быть русским конечно ну всем хотелось но как говорится немцы тоже давали жару я многих мужчин спрашиваю когда веду разговор сегодня у меня есть особенный повод я вчера получил по лицу меня человек ударил вот речь не обо мне а я спрашиваю так вам можно не отвечать вам доводилось получить что называется по городе ну я думаю конечно может тоже подростками были не слушались родители и вот я хотел вас просто спросить совета человек напал на меня не мотивировал по моему не мотивировал я ничем из его не задел не не оскорблял он был выпивший кричал что он за родину что вот еще даже обвинил меня что вот этим вы тут ходите бога не знаете и так далее и почему-то возвал меня еще и украинским сепаратистом и несколько раз ударил довольно обидно я не стал ему отвечать как вы на ваш взгляд что вы посмотрите что мы сейчас сделать постараться его засадить за его наглость вот это хамство за то что он меня унижал и бил в тюрьму или там простить совсем и оставить с богом извините не так сказал или не трогать его и сказать это конечно ведь телефон и все это конечно должно быть ваше личное решение но я должен сказать что очень много людей не следствием его каких-то политических убеждений я тоже так полагаю и все и поэтому здесь как бы мстить или может и пьяный может под воздействием наркотиком и мстить ему это опускаться до его вот спасибо примерно так и буду и так примерно и полагал вам довелось служить в армии да где я служил в москве в этих внутренних войсках охраняли что-то ну да мы охраняли москву должны были по тревоге занять оборону вокруг башни нашей останкинской а доводилось тогда участвовать каких-то вот то что сейчас российской росгвардии используется там на массовых мероприятиях вот этот ситуации в оцеплении стоять где-то среди гражданских или что-то да мы во первых брали наших некоторых солдат маленького роста они ходили в пионерской одежде на аппарат вот как а ну чтобы в случае чего но вести порядок внедрены были среди пионера доходились но вас-то рост не детский нет но они брали специально те кто маленького роста вот и конечно мы попали в 70-е годы были большие пожары в подмосковье и поэтому вот там и в оцеплении помогали пожарным ликвидировать пожары горели торфянники а то с вами буквально тушили пожары да ну чтобы народ не подходил туда можно же провалиться там защита охраняли больше то простите владыка вот я специально пришел бы на это место вот памятный камень известно что среди тех кто пострадал от репрессий было немало священнослужителей людей верующих и вот здесь понятно место достойно почитания а вот за ним стоит новый дом и этот дом воздвигнут на месте пересыльной тюрьмы где немало людей страдала заслуженно незаслуженно в том числе из наверное связанных вот и священников и тому подобное вот это сам кто-то когда ты здесь совсем недавно стояли вот эта тюрьма нужно было не тюрьма и было предложение сделать мемориальный какой-то здание вот как вы относитесь к тому что на месте буквально на крови поставили вот этот новый красивый дом да вместе с мемориалом я обращался к юрченко тогда губернатору чтобы это в этом доме сделать музей мемориальный посвященный жертвам политических религиозных репрессий но он отказал нам и после нашего совместного обращения быстро этот дом сломали видно уже продали это место под этот жилой дом поэтому это очень печально когда вот мы так легкомысленно относимся к памяти наших предков тем более тех которые безвинно пострадали от этого режима и я думаю что это большое упущение и когда просто вот стоит один камень до сих пор мы не можем поставить какой-то солидный памятник ведь во многих местах уже мы знаем вот на дальнем востоке поставлены красивые памятники жертвам репрессий то у нас вот в новосибирске с этим очень плохо конечно у нас еще многие улицы носят имена палачей вот эйхи который 16 тысяч приговоров подписал новосибирцы вы знаете ведь у нас вот кладбище из 200 тысяч новосибирцев именно в годы красного террора расстреляно 46 тысяч из 200 тысяч поэтому жертвы тут были неисчислимые и здесь же вот в этой пересыльной тюрьме захоранивали под землей прям под этим домом и пожалуйста продолжать и были найдены кости этих жертв репрессий и их вывезли отсюда кремировали и потом передали мемориалу для того чтобы захоронить здесь под этим камнем но хотя бы так но все-таки я думаю что это люди которые пострадали за правду пострадали за свои убеждения и надо чтобы наши скверы площади улицы носили имена этих героев потому что они должны быть примером стояние в правду для нас не только герои великой отечественной войны но и вот те которые пострадали от режима советского я не могу с вами не согласиться всячески подержу а скажите как вам удобнее можно пройти или постоять как вы полагаете возможно ли повторение может быть не в таких масштабах но каких-то репрессий когда людей преследуют за слова за их за их убеждения те или иные вот возможно ли это и как уберечься от того чтобы страна или власть скатить скатывалась к такому положению я как верующий человек должен сказать что это же промысл божий ведь вот отрицательная энергия она какая-то накапливается в обществе ощущаете это как попали сейчас нет не то что я говорю вообще а вот и когда-то она прорывается наружу так же как и добро она тоже вот началась великая отечественная война вы знаете что перед этим было раскулачивание перед этим пострадали очень многие крестьяне и были закрыты вот была безбожная пятилетка и вдруг начинается великая отечественная война что вот происходит в народе происходит перелом сам сталин который был семинаристом он понимает что где-то как он любил говорить перегнули палку он вызывает членов синода разрешает брать троицу сергию лавру разрешает открывать храмы и энергия добра начала перевешивать в народе и люди исполнились вот этого духа патриотизма мужества что мы единый народ ведь фашист это они думали что они разделенную россию найдут что советская власть обидела каких-то людей там народ разделился кто-то принял коммунизм кто-то остался на своих убеждениях монархических а здесь встретил врага единый народ но там сейчас ощущаете нарастание негативной энергии которая может вылиться в какие-то такие вещи ну я не думаю я думаю что просто есть упущение среди в сфере воспитания молодежи вот допустим появились протестные движения молодежной среде это следствие чего я считаю что это следствие неправильного воспитания в чем в основные ошибки как следовало бы сделать что вместо того чтобы в школах преподавали основы религиозных культур традиционных религий в школах преподают основы светской этики но во первых в чем разница во первых такого предмета просто не может быть потому что этика это понимание нравственности протестантами протестантской церкви мораль это понимание нравственности католиками и мы говорим о нравственности поэтому светское может быть только этикет это вот правило поведения в обществе а у нас значит произошла вот такая подмена для ну я считаю для оглупление наших школьников когда говорится и там на первой странице в этой светской этике говорится что добро и зло определяет сам человек но это полное размывание нравственности как может человек сам не имея опыта жизни определить что такое добро и зло полагать что это такая внешняя сила и люди начинают понимать только одну нравственность которая считается начальной ступенью нравственности справедливость а справедливость она порождает конфликт отцов и детей мы знаем это в преступлении наказание очень ярко раскрыл достоевский значит надо брать топор и идти восстанавливать справедливость да 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 у тех уже накоплено а у нас ничего нет и поэтому именно дети старшеклассники начинают вот это чувство справедливости использовать в своей жизни и появляются протестные движения вот чувство справедливости оно очень яркое для тех кто находится в зону вот они считают что раз вы нас посадили вы должны справедливо к нам относиться у нас эгоистическое чувство когда вы должны для меня сделать а все-таки большое чувство духовной культуры это любовь когда я от себя бескорыстно вот я уже говорил об этом когда я счастье понимаю как общее благополучие не то что я вот скопил я набрал теперь я счастлив нет когда я работаю на всех я не могу быть счастливым когда вокруг меня много несчастных людей вот я хотел немножко еще вернуться к временам вашей армейской службы вы два года служили или три два года как раз недавно был переход с 2 3 до 2 до передала ваша стрельба службы не тогда ли появилась так называемый дедовщина вот ваше время это было вот это явление ну вы знаете унижение вот это старшим и младших у нас почти не было ну немножко все пассивно я все-таки в москве может из-за того что все-таки столица и у нас очень хорошие командиры были сверхсрочники тогда еще были только прапорщики появились и вы знаете командир части у нас был ну у нас там батальон был герой советского союза вот и он подбирал кадры были отличные просто каждый выходной день с нами за вы занимались замполиты обязательно занимались спортом подготовкой такого а вам нравилось стрелять ну вы знаете два раза в году только были стрельбы весной и осенью и когда дождешься пока 500 человек отстреливается уже пальцы не работают это был автомат калашникова а это был автомат калашникова одну по молодости конечно это интересно но вот например сейчас я даже не беру в руки оружие потому что уже пришло осознание что из этого лишают жизни чем вот вы знаете у меня лично во мне такой внутренний спор я знаю что существует и приветствую всячески слова когда говоря вот это как это правильно сказать вот эта ценность которую или нравственная норма которая во многих религиях присутствует наверно во всех не уби и так то есть жизнь дается богом и не человек не вправе лишить другого жизни и при этом государство дает в руки оружие и направляет вот например чеченская война помощь когда начиналось ведь это на нашей памяти и получается внутри государства у нас начиналась война люди брали оружие убивали друг друга вот как вот это сопоставить не убей и требования государства поэтому оправдана только оборонительная война я помню вы кажется выступали не по крайней мере не приветствовали то что происходило в чечне нет я по чечне ничего я не говорил но дело в чем что оправдана оборонительная война а когда просчеты высшего руководства ликвидируется ну наверное не совсем можно это оправдать когда мы знаем там куликовская битва там пришли люди которые хотели свою религию свою культуру там все это понятно что наши войска выступали за защиту наших ценностей русского мира и все так а когда идет по каким-то политическим соображениям конечно это сложно поэтому всегда когда сейчас говорят о сирии всегда президент и главнокомандующий подчеркивает что мы защищаем россию выпус вы получаете подождая террористы могут прийти к нам они там плодятся они там обучаются они могут прийти к нам поэтому я думаю что священное писание говорит очень правильно что начальствующего в твоем народе не злословь то есть мы не осуждаем действия нашего руководства но размышлять о том правильно или неправильно конечно мы можем хотел я спросить вот вы служили в армию я такой разговор немножко похода меняется ничего да а а девушка у вас была ждала переписывались ли с кем то есть не секрет ну было конечно девушка до армии я помню даже мы ходили брать благословение у моей мамы мама сказала так пока не отслужишь в армии не о какой женитьбе не думай мужчина должен сначала пройти через армию потом уже тогда будешь думать о женизме ну и девушка она вышла замуж у нее большая себя да не дождалась вас из армии или тоже нет уже просто мы не и не стали создавать семью вот она как тогда вот я по точнее спрошу вот в те времена вспомните пожалуйста то есть это было получается 50 лет назад как тогда вы относились к того что сейчас вот что сейчас осталось почти нормой добрачные отношения между молодыми людьми допускалось ли это ваше время ну разные были случаи но некоторые конечно и в мое время преднамеренно выбирали вот этот путь жизни случайные связи какие-то и все такое но все-таки в то время я думаю тоже и в школах нас как-то воспитывали в этом отношении смысле половой гигиены после того чтобы предупреждали всегда о том что могут быть заразные болезни различные вот и в семье все-таки с нами тоже разговаривали о том что крепкая семья тогда когда все-таки сохраняется чистота в отношениях мужчины и женщины вот у меня дети вот у меня сын например старший он живет с девушкой они фоне фактически семья но не зарегистрированы не 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 в церкви если они не 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 венчаны они и государством не зарегистрированы как вы к этому относитесь все-таки это уже такой стал факт жизни повсеместно ну видите это же должно тоже государство пропагандировать такие ценности а нам приходится видеть что молодежь воспитывается средствами массовой информации или вот этими американскими фильмами где допускается такая свободная любовь ну это все так сказать отрицательно сказывается на воспитании на отношении к человеческой жизни потому что если допускается такое вот сожительство просто то это 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 самое слово это грозит убийством детей собственно вот это то что это аборты вы имеете аборта потому что как если люди ничем не обременены ведь мы же наследники римского права для чего делалась регистрация брака потому что ну во-первых совместно нажитое имущество юридические отношения уже но во вторых а кто будет детей воспитывать если они появятся будут страдать дети поэтому сейчас и применяют различные средства чтобы детей не было но семья должна давать жизнь если семья дает смерть тем более собственным детям ну согласитесь с точки зрения морали это не совсем наверное оправданно морали несколько таких простых вопросов я уже уже давно так говорим о мне еще много вопросов если вам этот разговор заинтересует если вам понравится такой формат я готов продолжить у меня еще много вопросов вот такой вспомните пожалуйста из детства из юности какой какие тогда вам нравились фильмы и и что вам тогда радость посмотреть что за сохранилась память пресса а вы знаете но мы же все ребятишки росли в одно время все увлекались этими фильмами я помню как с каким восторгом чапаева мы смотрели а смотря александр невский тогда вот эти боевые мальчишевские фильмы да мы росли же после войны и воронеж же он побыл в оккупации попадал у нас там много было и оружие всякого а учитывая таскали вот эта немецкая раскопанная или россия советская танки-то пушки убрали а вот эти мелочи патронов было в ваших руках тоже я помню у нас охорот был ну просто стояли противотанковые ружья и намотана колючая проволока чтобы козы не ходили соседские а кто-нибудь из ваших друзей или знакомых пострадал там было сажать и пальцы отрывали и кишки там было много всяких несчастных случаев какой фильм последний можете спорить из то что вам понравились или из того что вам понравилось что-то посмотрели или вы не смотрели нет но я помню какие его нравились кортик вот сейчас наше время а в наше время наше время тоже телевизор он более доступным делает я иногда включаю если есть время посмотрю что-то понравится но почему-то последнее время как не включишь все время идет про милицию какие-то про следователей все время такие как-то не запомнил что конкретно нет ну почему ну ладно я подробно спрошу вот предложу вас свободный вечер ведь бывают вас свободные и вы хотите посмотреть кино какой кругу фильм вот сейчас на вскидку вы бы хотели пересмотреть ну если вот я бываю когда в москве у сестры там сидим вечером с отцом например мы смотрим полосатый рейс вот такие фильмы добрый комедии и другие приключения шурика ну то есть хорошие вот советские кинокомедии когда ну вечером так сказать время есть и можно также его потратить на какой-то интересный фильм так у вас можно подходит выходу из парка это я уж сожалею так я сейчас посмотрю свои вопросы первый раз я вопросы приготовил понимаете обычно у меня все идет идет экспромтом скажите да такой вопрос существует ли вопрос когда который бы вы хотели ответить а вас его все никак не спросит ну это сложно сразу на вскидку как-то или о чем бы просто бы вы хотели сказать вот и я вас не спросил вот или и вы не смогли закончить какой-то мысль с тела из-за чего мы говорили я пока посмотрю еще вот есть но по-моему все вопросы сдают все же мы люди похожие и вопросы у всех вот да вот вы ездите в москву иногда вы ездите по другим городам вы ездите вот по святым местам где-то вот в злосибирске вас хорошо знают и в лицо узнают и вот вижу люди к вам подходят и вот это постоянное внимание но как-то напрягает вот здесь вот так что нельзя взять вот одеться по-простому и пройти пройтись вот такой нет желания нет ну почему я иногда езжу и в светском вот прям посадим в городе а прям по городу идете так ну по городу я не хожу в светском но если вот лечу в москву я в светском лечу ну и все равно люди подходят сдают говорят папа и враговки узнают вот и в самолете иногда бывает подходит по голословении и все так но это же не советская власть уже и мы себя свободнее чувствуем и люди уже не боятся потому что раньше действительно даже знакомство со священником было не без проблем особенно для коммунистов почему а сейчас я говорю то что мы по работе встречаемся вот допустим там с коммунистами все ну это многие хорошие люди нет я милую для коммунистов было небезопасно зайти в церковь то время ну почему они заходили по разным случаям на пасху хулиганит а вот эти давайте вот коротко извините такой вопрос все время говорят мол среди высокого высокого ранга вас священнослужители а ведь у вас такая система наверно построже чем в армии да по-своему нет у нас все свободно свободно у нас все вот когда вы приехали вернулись новосибирск мы ведь как вас как в апреле я вот такой вопрос знаете я спасил я признаюсь я спасил иван ивановича ендинка потому что я с ним работал что ему интересует узнать вот какой вопрос задать и он предложил например такой вопрос когда вы вернулись в новосибирск второй раз уже на кафедру как вас встретили здесь это интересный действительно вопрос я когда немножко так вот с патриархом алексеем разговаривал не соскучились вы по кафедре я же издательство возглавлял поедете на кафедру я рюда он ну давайте мы очень подберем вам европейской части яду сейчас вот умер владыка сергей в новосибирске я хотел бы в новосибирск возвратиться он второй раз но в сибирске рюда почему я там же все-таки я пять лет был все налажено людей я многие знаю но а он успенском соборе кремля мы с ним послужили он зачитал указ о возвращении моем новосибирск ну а потом уже в самолете я думаю как же это будет и поэтому секретарю позвонил и говорю отец георгий чтобы журналистов не потому что начнут задавать вопрос скажет выгнали из москвы а ну да вот и выходим из самолета 46 градусов мороза и встречает нас лариса романова и подходит к трапу самолета с микрофоном и говорит думаю какой же вопрос она задаст а на выходе к мы так рады что вы возвратились и сразу мне как как-то отлегло думаю ну значит я здесь нужен я вот слышу вас такой южный южно-российский говорок немножко а вы распознаете по голосу вот этот чек себе себе а кто-то вот из ваших краев ну конечно я много путешествовал по россии поэтому могу и вологодский она у нас ближе к украинскому потому что южная часть воронежской области это украина донская украина называется вот и поэтому у нас всех так как это немножко вот и своих конечно узнаем но есть еще специфические слова воронежские например вот шампиньоны грибы у нас называют печурицы да и поэтому если человек сказал мы сразу понимаем наш наш воронежский понятно ну напоследок анекдоты любите да можете рассказать анекдот на что называется про попов что не какое-то вот просвещение и знаете вот евреи любят про евреев а вот что не такое придет в голову ну вот есть такое такая шутка последняя связи с чемпионатом мира по футболу умирает футболист советской сборной российской сборной по футболу попадает в рай ну его апостол петр встречает во вратах рая и вот вы кто молодой человек он я футболист российской сборной апостол петр с удивлением вот а как вы в ворота попали большое спасибо владыка благодарю вас надеюсь вам тоже было интересно моим моим зрителям тоже и у меня еще очень очень много вопросов осталось и если этот формат вам покажется интересным я готов продолжить в удобное для вас время разговор мне думается что со временем вот это все осталось в эфире все что мы говорили а то теперь запись вы можете посмотрите ли люди кто сможет посмотреть и такой мир спокойный ну как мне показалось разговор когда вы говорите сколько хотите как хоть что хотите по моим вопросам он им надеюсь вам тоже было не только интересным но и полезным я вас искренне благодарю желаю вам здоровья успеха в вашем деле и хотя и атеист и отношусь с некоторой иронии или я не знаю ну короче без 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 должного может быть не очень правильно на ваш взгляд к тому что связано с религией но как вот как человек вы мне вы мне очень интересны и думаю не только мне но и моим зрителям я думаю что вы неправильно говорите потому что вы должны понимать что нет неверующих людей поэтому вы не атеист а вы верующий в то что бога нет поэтому меня слово бог есть так же как его слова бога нет это нас до его не оскорбляет и потом доказать это очень сложно понятно давайте будем доказывать что можно поговорить людям с разными взглядами и и тем еще очень много я вас благодарю жить надо рядом жить надо вместе и делать общее дело на процветание нашей страны я вот смотрите и солнышко вышло и вон там золотые купола ой я забыл вам задать один вопрос интересный извините пожалуйста ваше время уже есть проект часовни на восходе сам вот фильме как как архитектурный объект ну там проект он давно еще по моему рабочих чертежей нет и мы еще никак землю там не оформили поэтому рано говорить а если будет кто-то возражать сильно там люди что-то скажет вы как что-то скажете пользу этого проекта это это же решение должно быть как бы согласованным и поэтому говорить о том что нам точно дадут или то что вот на сквере чеплыгина мы просили тогда землю под грузинская диаспора просила вот храм георгия победоносца но жители местные сказали что нет у нас мало зеленой зоны хотя по проекту я потом посмотрел городского благоустройства там будет большая дорога и весь этот сквер уйдет под дорогу лучше бы храм да ну и для храма там почти не остается место поэтому дали рядом участок на пустыре около кадетского корпуса хорошо спасибо большое извините за я и даже лучше смотреться там горочка я искренне вам признателен всего доброго до сих пор